Народов много, страна одна. Сегодня во всех уголках России прошел большой этнографический диктант. В нашей республике проверить свои знания можно было на семи площадках. В Чебоксарах, Новочебоксарске, АЛЛАТРА и Канаше. На одной из них в ЧГПУ имени Яковлева побывала и наша съемочная группа. В каком языке больше всего падежей? Где находится старейшая в России мечеть? Что в переводе с удмуртского означает «хлебное ушко». За 45 минут нужно было одолеть 30 вопросов. Ответить на них правильно может далеко не каждый. Максимальная сумма баллов – 100. Это очень хорошая идея и хорошая реализация этой идеи. Потому что, что касается этнографического диктанта, я так понимаю и так подозреваю, что данное действие помогает нам лучше узнавать самих себя и других, в том числе и народы. Лучше узнавать, лучше понимать. Проверить свои знания мог любой желающий. Единственный критерий – возраст старше 15 лет. В аудиториях ЧГПУ не было свободного места. Вспомнить географию, историю и культурологию решили более 400 человек. Историю нужно знать, этнографию свою. Кто мы, какие народы проживают у нас в России, сколько языков у нас в России. Я, например, знаю и чувашский, и русский. Ну, это, во-первых, гордость. Знаешь чувашский, знаешь свою чувашу. Те, кто не успел пройти тестирование в этот день, могут ответить на те же самые вопросы в режиме онлайн, на официальном сайте Большого этнографического диктанта. Итоги подведут 4 ноября, в День народного единства. Как отмечают организаторы, задача акции – проверить знания россиян о культуре, народов и национальных особенностях и выработать новые методики образовательного процесса. Татьяна Леонтьева, Алена Алтухова, Расиль Мухаммедов, Республика.